хотим рассказать о том как легче смог как бы работать с криптовалютами основные проблемы работы людей с криптовалютами где они есть и в принципе все равно упрёмся в одну из основных проблем это регулирование потому что все люди больше всего что хотят это ну как мы в презентации иметь наличные деньги спокойно по карточке перевести куда-то купить на это биткойны потом в обратном направлении там или эфиры или сделать то же самое в обратном направлении получить обычные фиатные деньги вот это вот связка к сожалению пока работает достаточно плохо то есть наш крипто мир в одном направлении живет фиатный мир живет в другом направлении и совместно к сожалению не очень работают вот идея talking box она была именно с и состоит именно в том чтобы сделать это легче удобнее и быстрее соответственно наш финансовый мир сломан в данном аспекте транзакции как многие уже здесь говорили доходит долго переводы дорогие если мы хотим инвестировать мы это можем делать только локальным образом мы не можем сумма для инвестиций в любые активы достаточно дорогие своем high net individuals то мы это постоянно грамот 100 тысяч долларов выше кстати регулирование тоже почему-то к этому двигается не давая в принципе людям работать даже с крипто активами в более-менее стабильной обстановке будущее вызова финансовой отрасли как сказал международный экономический форум это проблема прозрачности это проблема скорости это проблема user friendly то есть люди не хотят слышать клиентов большие финансовые институты привыкли тому что вот наш ценник вот наши условия не нравится до свидания просто потому что монополии в принципе у них в этом аспекте не было и финтех сейчас как раз именно это меняет технология блокчейн дала еще один интересный момент момент инвестирования на заставляет меняться потому что появляется прозрачность если кто-то из вас до этого работал с крупными инвестиционными фондами вы точно знаете что первое что у них нету это прозрачности любая сделка которая у них происходит максимум в отчетности появляется в конце квартала поэтому очень многие когда делают свои покупки в инвестфондах делают их в самом начале чтобы отчетности или или конкуренты увидели куда они инвестировали только в конце за счет этого технология блокчейн меняет полностью эту парадигму потому что если мы уносим наши транзакции транзакции и записываем их на блокчейн то они видны автоматически очень быстро скоринг в принципе любого фонда происходит очень быстро и сама концепция например если мы говорим о том что мы убираем кого-то из этой цити например тех же самых администраторов фондов она исчезает почему потому что блокчейн или сам токенизированный фонд например и дает идею администратора который должен сказать сколько стоит на данном случае ваш портфель только он дает это в режиме практически онлайн в отличие от того что администратор это дает раз в квартал выстраивать целая экосистема вокруг технологии блокчейн вокруг самой идеи если вы посмотрите сейчас у нас вообще разделились отдельно это идея майнинга да там люди зарабатывают на этом аспекте у нас есть идея трейдинга это биржи все остальное кстати на самом деле идея бирж несмотря на то что назвали тот же самый coinbase технология и доступность клиентов и возможность с ними работать достаточно далека еще от того же отиси рынка или ритейл форекс а например да то есть скорость работы обработка транзакции возможность их делать достаточно сложно смотря то что децентрализованная вещь вообще не говорю про децентрализованные биржи там вообще отдельная история но соответственно отдельно legal часть psp часть самая сейчас болезненная часть на самом деле потому что именно вот эту связку пока еще никто до конца нормально не отработал ну и процента зачастую в том числе тоже достаточно большие в этом аспекте ну и мы видим основные идеи там криптовалют отдельные альткоины которые развиваются нам они настолько интересно в данном аспекте много шума и мало денег на самом деле в отрасли блокчейна сейчас не так много денег как мы могли бы об этом подумать давайте вспомним тот же пузырь доткомов где было на самом деле много денег и он был достаточно локальным сейчас во всей идее блокчейна несмотря то что говорят по cmbc bloomberg рассказывает про курс блок биткойна я проще сделать здесь делать не буду но выступая на многих конференциях это спрашиваешь сколько людей слышали от биткойна обычно весь зал подымает свои руки как начали говорить ребята хорошо сколько у кого из вас есть биткойн или эфириум обычно остается меньше десяти процентов то есть это говорит о том что вроде бы все слышали о нем а вот как приобрести его никто не знает или те кто знает не не готовы делать те шаги которые нужно для его приобретения почему по одной простой причине чтобы купить криптовалюты или заработать на них есть три основных направления это либо купить его peer-to-peer то есть вы с кем-то договариваетесь дем вам чисто продает на честном слове эти деньги там сервис как local bitcoin local ethereum просто у друга это купить есть чат-боты которые это позволяют делать есть сервисы типа биржи там проблемы другие там долгий кио и си зачастую там не у всех есть фиатный шлюз если есть фиатный шлюз а там дополнительные кио и си очень часто есть то что тот провайдер который вам дает этот фиатный шлюз вы карточка это купили во-первых лимитировано от трех до десяти тысяч долларов за транзакт зачастую даже за месяц во вторых это двойное кио и си долгое подтверждение подтверждение утилити белом которая к сожалению очень большая проблема не только для европы но и для россии например и для стран латинской америки то же самое потому что даже если у вас есть утилити билл то например в россии у всех есть прописка многие стран многие компании не принимают прописку как утилити билл а найти себе там банковский statement например тоже очень большая проблема но никому мне не приходит но мне не приходит по крайней мере вот письмо от банка заверено не тоже не всегда принимают его тут начинаются разные проблемы ну и соответственно есть возможность инвестировать просто в криптофонды это те фонды которые кто-то взял и создал дал свой кошелек сказал дайте мне денег я их поуправляю и и вам буду рисовать отчетность если я грамотный человек там нарисую их честно если нет то ну как пойдет как говорится мне знакомый который так делал 2016 году просто забирал деньги всем обещал что стабильно будет платить 10 процентов в месяц него на что будет происходить с рынком он зарабатывал большие проценты он всем в принципе все выплачивал создавая компенсационный фонд как только крипто упала он быстренько фонд свой закрыл потому что ну дальше извините не потянул соответственно наша миссия как talking box мы хотим создать как раз ту платформу которая будет легкой и удобной для всех мы хотим открыть крипто рынок для всех мы хотим сделать ее удобной и легкой в инвестировании то что сейчас нету чтоб любой человек мог так как он привык сегодня спокойно с карточкой взять положить денежные средства получить криптовалюту если он хочет просто в виде кошелька обменять ее с помощью кошелька или торговать совершенно спокойно в онлайне на торговом терминале который будет агрегировать максимальное количество бирж внутри себя создавая лучшую возможную ликвидность для клиентов что мы такое а мы набор решений то есть у нас платформе позволяет людям как искал торговать совершенно спокойно это будет его кошелек который мы кстати будем релизе через 2 недели который вам позволит просто конвертировать любую криптовалюту у нас отдельный договор с ченжили через блокчейн совершенно спокойно одного кошелька на другой будет меняться ваша криптовалюта через еще две недели мы добавим фиатный шлюз то есть можно будет все-таки процессить вашу криптовалюту через каждую неделю и максимум месяц где вы сможете заводить фиат и совершенно спокойно любую скрипта валют который у нас будет на данный момент следующий шаг это будет полностью создавать ваш криптофонд то есть если вы уже сделали свой портфель вы создали вы успешный трейдер докажите это полная открытая прозрачная статистика позволяет вам торговать людям инвестировать вас человек который инвестирует вас мы становимся гарантом того что деньги вы их видите но вы вести их не можете то есть полная сегрегация в данном случае счетов и денежных средств и полная прозрачность каждой сделки которую вы можете увидеть это также полностью торговый терминал удобный адаптивный берем опыт разных торговых платформ стараемся сделать лучше веб-терминал который будет адаптивный к любому приложению и соответственно второй момент регулирования сейчас у нас стоит немножко неактуально к сожалению извините я забыл поменять у нас сейчас есть эстонская компания да мы двигаемся по этому направлению у нас есть идея гибралтара хотя мы сейчас думаем гибралтар заменить на мальту опять-таки ждем и смотрим что будет лучше удобнее и быстрее ну и в дальнейшем швейцария просто потому что для работы с крупными хедж-фондами ну гибралтар для них не серьезен они хотят видеть швейцари ну хорошо мы тоже готовы сделать и это регулирование дорожная карта но ее можно посмотреть в принципе у нас также на сайте то есть сейчас мы релизим кошелек в конце лета мы релизим совершенно спокойно свой собственный терминал где вы сможете торговать уже самостоятельно и где-то в ноябре будет возможность создавать криптовалютные фонды эта версия платформы которая будет примерно вы сейчас видите скрины того что будет у нас на нашем сайте это то что мы будем делать это то что уже сделано то что идет постепенно кодится надо понимать что в в данном случае самое сложное то что идет внутри это как раз агрегатор всей ликвидности их разных бирж чтобы давать правда лучшее решение которые могут быть на рынке спасибо большое это то что мы хотим сделать если есть вопросы в данном случае потому как мы решаем регуляторную часть с удовольствием отвечу потому что я думаю что больше всего будет как раз вопросов если будут по фиатному шлюзу объемы отисе рынка то есть вне любой бирже несмотря что бежит уже не так условно бирже они намного больше чем то что проходит на бирже в россии он даст спрос очень большой на спрос большой на что дайте вам дам фиат а вы мне дадите крипту а в идеале вам дам еще кэш а вы мне дадите крипту то есть надо понимать что у нас платформа работает чуть по-другому нас полный киоси то есть человек сразу проходит киоси когда регистрируется на платформе и после этого же может делать любые действия потому что мы все-таки примем что регулирование будет двигаться туда и туда мы хотим уже идти да слушай в принципе сейчас на одну часть моего просто ответили то есть киоси все-таки он будет будет он он уже есть уже уже есть возможность зарегистрироваться на платформе пройти киоси и за то что ты это пройдет что сразу получше два токена наших тб икс он так просто для радости потом чтобы поиграть или приносишь друзей ты также будешь получать за каждого друга по два токена согласен как бонус приятно но тогда чем вы отличаетесь от второго вот косвенного конкурента которую вы показывали это я не ошибаюсь bitfinex bitstamp то есть там тоже киоси там в принципе тоже можно купить можно фиат завести чем вы от них давайте так наша платформа вообще состоит из трех разных модулей скажем так один из модулей когда говорим про торговый терминал то в принципе с одной стороны мы становимся с нашей более удобным терминалом чем bitfinex или bitstamp но с другой стороны внутри в беке на самом деле мы лучше чем тем что у нас как агрегатор ликвидности будут ликвидность bitfinex bitstamp а у нас будет и полонекс мы подключаем и binance то есть когда вы будете ставить ордер ликвидность рынка то есть возможность съесть ваш объем будет намного больше чем если вы торговали всего лишь на одной бирже почему мы это делаем потому что если мы приходим к идее фонда который управляет 10 20 30 миллионов долларов и раскидывает на портфель то если он будет брать на одной бирже он сам против себя начнет играть и цена будет расти если мы начинаем этот дробить алгоритмически на разные бирже создавая объем с минимальной ценой то цена у него будет намного лучше чем если он будет ставить этот ордер на одной из бирж вот и все на пункте 3 такой такой агрегатор как бы ищи лучики курса но мы не совсем агрегатор мы ближе наверно к идее брокера то есть который берет заявку и перебрасывать на биржу просто он перебрасывает это с системой stp то что называется stateful process он это делает не посредственно на одну биржу а он это делает на максимальное количество бирж то есть агрегируя ликвидность а это один из процессов второй процесс это кошелек удобно там будет несколько аккаунтов которых ты это можешь делать и третья часть разумеется нашей платформы то что может сделать токенизированный фонд другими словами торгуешь успешно нравится твоя статистика ты создаешь один отдельный токен который будет твоим портфелем этот токен также продается внутри нашей платформы вывести ты его не можешь но можешь торговать внутри платформы и люди могут покупать его токен то есть в одном моем портфеле может биткойн эфир и твой токен для диверсификации моих рисков вот и все и последний выступающий оратор с предыдущей сессии просил задавать мне удобные вопросы вот хотел бы поэтому тоже задать неудобный вопрос буквально пять минут назад вы спросили у густава у нас есть две лицензии в эстонии но мы не можем открыть счет то есть все таки вы сможете открыть счет и у вас будет поддержка фиата но да мы двигаемся в этом направлении то есть у нас поддержка фиата будет скорее всего через processing карт сначала нежели чем через банковский счет вторым этапом то будет банковский счет мы договариваемся у нас сейчас возможно получится в эстонии открыть хотя там не факт есть вариант еще польша есть тоже литва будем смотреть что выйдет лучше но там опять таки есть по комиссиям по всему остальным есть много нюансов еще один из основных нюансов это не то что его открыть это потом еще его поддерживать потому что очень часто первые транзакции проходят сбежно понимаешь что мы у нас два направления у нас направление к нам от клиента к нам и от нас к биржам и потом с биржам к нам и опять клиенту и вот очень часто на этой связке может тоже ломаться процесс поэтому там схема немножко хитрая но вроде бы мы к этому идем но это да это всегда основная проблема потому что многие говорят окей мы вам дадим лицензию замечательно только банковского счета вы не получите и возникает просто одна хрена мне лицензия если если ничего сделать не могу ну то есть это самый большой вопрос сам большая проблема спасибо павел спасибо большое